Друзья, всем огромный привет! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня разберем популярную музыку из мультфильма «Розовая пантера. Как играть на аккордеоне». Я сделал специально самую простую аранжировку без чередования в левой руке, без наворотов в правой руке. Чисто все по теме, мелодия и простой компонент в левой руке, чтобы каждый из вас мог легко и быстро ее выучить. Но вместе с тем здесь есть что поиграть. Главная сложность этой пьесы в том, что постоянно присутствует пунктирный ритм. То есть нужно научиться его играть. В принципе это основа свинга, основа джаза, пунктирный ритм. Мы сегодня с вами научимся это делать. Сейчас я традиционно покажу, как она полностью будет звучать в этой аранжировке, в этой простой аранжировке. А после сделаем краткий музыкальный анализ и по-другому разберемся с руками и соединим их вместе. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Краткий музыкальный анализ того, что мы будем разбирать. Здесь тонализ у нас ми минор, при ключе у нас фа диез. То есть все ноты фа будут диезами. Повышаем на полу наверх, будут диезы. В нотах это не будет указываться, но мы знаем, что если при ключе стоит диез, значит все ноты фа абсолютно будут играться диезами. Исключение будет, если нам нужно будет сыграть чистую фа, тогда мы будем ставить перед фа бикар. То есть этот знак будет отменять диез и будет звучать чистая фа. Вот как, например, в девятом такте, в восьмом, в девятом такте в левой руке. Фа мажор, фасовый аккорд, нужно будет чистая фа. Значит перед ним поставили три кары, и получилась чистая фа. Размер четыре четверти. В каждом такте четыре равные доли. Раз, два, три, четыре. Движение будет постоянно пунктирным ритмом, либо восьмыми, либо триольными. Поэтому считать сначала будем разбивая восьмушками. Раз и два и три и четыре и. По форме. Здесь у нас, в принципе, такая одночасная форма, которая повторяется два раза. Здесь одна фраза, потом вторая, потом еще раз эта фраза повторяется. И такой коммуниционный момент. Поэтому, в принципе, разбивать на части при разборе не будем. Просто сквозным способом будем разучивать всю эту страницу. Как я и сказал в вступлении, здесь пунктирный ритм. Пунктирный ритм это когда мы играем неровные восьмые, то есть раз и два и три и четыре и. А каждую первую из двух восьмых мы чуть длиннее играем, то есть восьмая с точкой. А следующая нота будет шестнадцатая. Можно было загрязть ровно. А можно пунктирировать. Ну вот, ничего сложного, мы разберемся с этим всем постепенно. Поехали разбираться. Разбираем правую руку розовой пантеры. Я играю все на регистре фагот и в той октаве, которая написана. И когда я играю повтор, я переключаю на тути. И также в этой октаве, которая написана. Буду показывать на фаготе. Я хоть и сказал, что во вступлении, что мы не будем разбивать на части. И на самом деле сейчас решил, что нужно это сделать. Потому что сквозным очень долго будем разбирать. Поделим просто ее пополам. То есть первая половина это будет... Это первая половина. Вторая половина, когда мы начинаем точно такой же повтор, как эта. И вот эта. То есть вторая половина идет с повтора ре ми фа соль. Сейчас будем разбирать первую половину правой рукой. Начинаем мы с ноты ре диет вторым пальцем. Пришли в ноту ми. Ре, дес ми. Пауза. Фа, дес соль вторым третьим пальцем. Опять ре, дес ми. Фа, соль. До, си. Пятым, четвертым. Ми первым пальцем. Соль третьим пальцем. Си пятым пальцем. Си бемоль четвертым пальцем. Половинка, зарегованная с восьмой стриоли. Потом ля, соль, ми, ре, ми. Зарегованная с половиной, с точкой. Опять как начало. Ре, ми. Фа, дес соль. Ре, дес ми. Фа, соль. До, си. И вот здесь меняем соль первым пальцем. Си вторым пальцем. Ми пятым пальцем. Ми бемоль четвертым пальцем. И держим почти два такта. Вместе со счетом. На самом деле здесь проще всего сразу считать четвертями. То есть мы понимаем, что мы пунктир укладываем в одну четверть. А потом триволь просто на одну четверть. Раз, три, раз, два, три, раз. Так будет удобнее. Тут в принципе нет смысла учитывать восьмыми. Просто лишняя трата времени будет. Поэтому четвертями. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Единственное, что нужно понимать, когда мы играем пунктир. То есть на каждую четверть мы делаем одну длинную, другую короткую. А потом по три. И в принципе будет удобно, потому что левая рука идет четвертями. То есть левая сейчас будет выступать в раме метронома. Левая рука в первой половине. У нас два такта ми минора, бас, аккорд, бас, аккорд четвертями. Ми это верхняя нота сямка в втором ряду. То есть один такт ми минора, бас, аккорд, бас, аккорд. Второй такт ми минора. Один такт до септаккорда, вниз на до септаккорд. И один такт ми минора. Теперь еще два такта ми минора. Второй половине, первой половине. Еще один такт ми минора. И вниз на фас септаккорд прыгаем. И еще один такт фас септаккорда. То есть грубо говоря у нас два такта ми минора, один такт до септаккорда, один такт ми минора. Два такта ми минора, два такта фас септаккорда. На самом деле удобно будет, если будете прыгать на до септаккорд 5-4 и на фасептаккорд 5-4, потому что потом нужно возвращаться на ми-минон, то есть ми-минон 3-2, все остальное 5-4, 5-4. Да, это широкое расстояние, но этому можно научиться. И соединяем вместе двумя руками первую половину. Рэдис у нас идет из-за такты, без левой руки. Мы играем коротко рэдис в ноту ми, и вместе с этой нотой ми нажимаем бас ми. Аккорд, с нотой соль, бас ми, аккорд, рэдис с нотой ми, ми, фа, бас, аккорд. Теперь с нотой сибемоль у нас до септаккорд, на ноту до триоль, на септаккорд ми, ре, ми, бас ми, минор, ми, минор, ре, ми. Аккорд, аккорд, ми, аккорд, бас, аккорд, фа септаккорд, фа септаккорд, фа септаккорд, фа септаккорд. и вторая половина учим ноты вторая половина вот первая часть второй половины идентичны как первая часть первой половины то есть то же самое это вы проиграли и дальше пошел материал пауза пятым пальцем мифтор актовым рэйн си вторым ля первым пальцем соль вторым пальцем пальцем си бемоль пятым пальцем ля си ля си ля си ля соль ми-ре ми ми 3 1 2 1 пальцем дальше 4 2 1 3 и опять 4 2 1 2 еще раз вторая половина вторая часть второй половины соль ми-ре си ля си ля си ля си ля си ля си ля си со ми-ре ми ми со ми-ре ми ми здесь вторым пальцем лучше ми ми и опять со ми-ре ми ми в принципе так и заканчивается мы потом опять играем повтор всей страницы и заканчиваем со ми-ре ми ми и такое окончание то есть это весь как бы нотный текст теперь вместе с отсчетом счет будет четвертями опять три 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 очень важно чтобы у вас были неровные вот такие а чтоб каждая из двух вот первая нота она была длиннее чем 2 то есть как будто мы так сказать по бабам по вам по вам по вам по вам по вам тара и 3 вольта в принципе получается такой вот свинга и левая рука что у нас в руке мы начинаем здесь ми минор бас аккордом месте и дальше так пауза потом один так до септ аккорда четвертями и два такта ми минор а когда мы сыграли повтор идем на концовку вот вместо двух тактами минор один так ми минор и бас аккордом вместе соединяем вместе вторую половину сначала у нас бас аккордом месте ми минор и дальше ход в правой руке с одной группой си бемоль лям играем бас потом аккорд бас аккорд на ми у нас триоль соль ми ре с минором ми ми бас аккорд и дальше ход в макс ми ми минор повтор ну и так далее что здесь на самом деле самое интересное во-первых да это пунктирный ритм, то есть нам нужно быстро играть вот эту предыдущую ноту. Соответственно, не завалиться на нее, а она слабая и придет во вторую. Вторую, 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 вторую. То есть туда, туда, все время вперед идем. То есть короткая длина, короткая, длинная. И самое интересное, когда мы приходим, вот, например, в пятом такс в длинную ноту, ее можно растянуть. То есть берем ее тихо, раздуваем и убираем. Или когда приходим в восьмом таксе, вот, в ми-вемоль, тихо и раздуваем ее и потом прибираем. То есть выдуваем звук, такой, как будто джаз, как труба играет. И так далее. Соответственно, на повторе включаем тутти и погнали. По ритму, по ощущениям. Сначала у вас четверти, конечно. Ну, так далеко не уйдешь. В идеале, конечно, нужно выделять только бас. То есть делаем так. Бас, бас. То есть бас мы выделяем. Аккорд слабо. Бас, аккорд, бас, аккорд. Бас в глубину. Аккорд по верхушке. В хорошем варианте, чтобы играть чуть быстрее, в таком тэпе, в котором приткан звучит в этом мультике, нам нужно выделять только первый бас с каждого такта. То есть первую долю. Бас. И тогда игра становится более свободной и раскрепощенной. Вот такие пожелания. Такой достаточно простой разбор оказался. Но в простом всегда кроется что-то очень сложное. Учитесь здесь слышать, слушать себя. И играть ровно в пунктир. А также выдувать длинные звуки. Это будет очень прикольно. Здесь в основном работа над звуком. Всем хороших занятий. Пока.